Ань Тарова, здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Ненецкий округ простился с Петром Михайловичем Спирихиным. Участник Великой Отечественной войны ушел на 97-м году жизни. Для жителей округа его имя хорошо знакомо. Он много лет работал в сельских школах, был председателем Великобритательного сельсовета, вел активную общественную работу. Его деятельность всегда была направлена на воспитание в детях гордости за свою страну, которую он защищал во время ленинградской блокады. Петр Михайлович Спирихин родился в 1920 году в Пуссозерске в обычной крестьянской семье. В 1939 году, окончив Наринмарскую среднюю школу, начал педагогическую деятельность. Пошел работать в семилетнюю школу деревни Никицы. В 20 лет молодого учителя призвали в ряды Красной армии. Там он оканчивает курсы младших лейтенантов при штабе Ленфронта и становится командиром взвода и роты. Через год Петр Михайлович оказался в блокадном Ленинграде. Еще через год участвовал в прорыве блокады в составе саперной роты. Об этом тяжелом времени Петр Михайлович не раз рассказывал в интервью с журналистом. Он крутился и не взорвался. Мы остолбенели. Когда он остановился, уже не крутился, вроде как вернулось у нас сознание. Талий не взорвался, слава Богу. Талий говорит, а почему он не взорвался? А, наверное, говорим, пленных уже заставляли в Германии работать на заводах. Наверное, наши пленные работали на заводе и снаряды выпускали фальшивые, чтобы и не взрывались. Мол, вот так подумали. Защищая осажденный город, командира саперной роты тяжело ранило. И он был демобилизован. За самоотверженное мужество и стойкость Петр Михайлович был награжден орденами Красной Звезды Отечественной войны первой степени, медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После выздоровления фронтовик продолжил педагогическую деятельность. С отличием закончил Волгодский учительский институт и возглавил Никитсинскую семилетнюю школу, а через четыре года – Великовисочную среднюю. Бывший учитель физкультуры Василий Безумов хорошо помнит своего коллегу. Ну, он администратор хороший и не глупый, а это самое главное. У него был спонсор свой директорский. Поезжая я на экзамен в Ленинград, он говорит, Василий Федорович, вот вам деньги, три пары лыж хороших купите для школы? Куплю, конечно. И вот так. И в 58-м году мы под его руководством впервые выиграли первую лыжи по лыжам на Ленмаре. Даже первую школу обыграли. Более 30 лет Пётр Михайлович посвятил воспитанию подрастающего поколения округа. Старался передать и рассказать им, что значит быть защитником своей земли не только в военное, но и в мирное время. Как краевед и писатель он оставил в наследство свои воспоминания о Пустозерске, о том, откуда пошла Великая Виска, о своих земляках. Болел он за свою малую родину и на деле. Будучи на посту главы Великовисочного сельсовета, он настоял на необходимости строительства новой школы. Под его руководством, насобранные жителями села Средства, был построен знаменитый мост на Бараковскую сторону. Его поглощенность жизнью была очень большой. Он был человек глубокий, интересный. Интересно было общаться. Смотря на то, что разница у нас огромная, более полувека, мы с ним общий язык, он по образованию историк тоже. Мы с ним всегда обсуждаем все такие очень интересные вопросы. Для нашей школы он был, конечно же, еще старейшим выпускником. Он закончил школу номер один в 1939 году, еще до войны. И постоянно поддерживал связь с музеем школы. Последние годы жизни ветеран провел в окружении большой дружной семьи. Регулярно его навещали соратники, коллеги, друзья и немногочисленные ветераны. Все они пришли на панихиду в детско-юношеский центр «Лидер». Похоронили Петра Спирихина на городском кладбище рядом с супругой Лидией Александровной. Продолжение следует...